Это пульс дня и мы продолжаем. Вчера 33-летняя плюс-сайз модель Эшли Грэм опубликовала в своем инстаграме вдохновляющий пост. Эшли снялась обнаженной и поделилась снимками других женщин в купальниках и нижнем белье, призвав тем самым всех, кто находит в своей фигуре недостатки, не стесняться носить меньше одежды в жаркую погоду. Поверьте мне, когда я говорю, что ваше тело прекрасно, я знаю, что легко себя обманывать, что вы недостаточно хороши, недостаточно стройны, сексуальны и безупречны, чтобы носить майку или купальник. Но на улице жарко и вам тоже, так что не позволяйте своему разуму мешать вам наслаждаться жизнью в полной мере. И не забывайте говорить «я люблю себя каждый день», написала Грэм. Послание нашло живую отклику ее подписчиц. Это самое важное сообщение, которое я видела в своей жизни. Ты просто прочитала мои мысли, я застряла в подвешенном состоянии, то и дело пересматривая свой гардероб от сезона к сезону. Я очень не уверена в себе из-за своего тела. Спасибо тебе за этот пост, пишут ей в комментариях. В прошлом месяце Эшли сказала, что для нее честь быть образцом для подражания, в то время как ей самой не на кого было равняться в юности. Отсутствие такого примера, когда она была помоложе и вдохновляет ее теперь на то, чтобы бороться за перемены. Я надеюсь, что будущее поколение сможет укрепить эту уверенность в себе и его представители будут достаточно смелыми, чтобы узнать свое истинное «я». Опять история, наверное, которая говорит нам о том, что женщины, в частности, сейчас почувствовали, что время их наступило и, не стесняясь, уже заявляют о том, что принимайте нас такими, какие им и есть. Вообще, на самом деле, право человека себя репрезентовать в мир так, как он считает нужным, если это не создает угрозу физического насилия в отношении каких-нибудь его соседей или еще что-то, это его право, на которое никто не имеет права претендовать. Ты сама наивность. Понимаешь, что значит мужская и женская логика. До определенного времени, слава богу, сейчас этот дискурс меняется. До определенного времени существовали рамки. И эти рамки нам навязали глянцевые журналы, различные модели пластиковые, так называемые, различные цифровые модели, что мы должны соответствовать неким стандартам красоты. Вот эти пресловутые 90-60-90, кожа, которая без единой морщинки, брови, волосы, все это должно соответствовать неким стандартам, грудь и так далее. То есть у женщины была робкая надежда, что ее когда-то примут такой, какая она есть. Может быть, она не хочет заниматься своим телом, может быть, она не в состоянии ходить каждый день, например, заниматься физическими упражнениями. Ей нормально, она принимает себя, ей хорошо в таком виде. Но общество, социум, говорит, вот смотри, какая идет красавица, вот почему ты не такая? То есть это даже и мужской был. С мужиками же такая же история. Да, расскажи, пожальше. Например, для мужчин тоже постоянно стандарты красоты навязывали те или иные, если мы возьмем сейчас... Не красоты, мужественности, маскулинности. Да, мужик должен убить мамонта, накормить семью. Но сейчас выясняется, что ни к чему никто никому не должен. Ну вот я, кстати, говорю о том, что вообще, на самом деле, мне кажется, что всегда должна быть только частная инициатива, которую ты выдвигаешь вовне. А любители, либо ненавистники, в любом случае появятся. Вот так все и на группы поделились. Так и живем. Таким был этот день, как его увидели мы здесь, в редакции RTN. Увидимся и услышимся завтра. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин